Более двух тысяч лет назад влюбленных в Клеопатр древнеримский генерал Марк Антони подарил ей три яйца, украшенные золотом и драгоценными камнями. С тех пор эти вещицы окружали легенды, пока в начале 20 века не были обнаружены две из них. Теперь одно яйцо выставляется в музей в Риме, другое содержится в частной коллекции, а местонахождение третьего неизвестно. В сюжете все упростили для массового зрителя динамический легкий фильм с танцами и невероятными трюками. Хочу сразу сказать, фильм «Красное уведомление» мне понравился, я не буду разбираться, чего в фильме больше плагиата. С ворованных моментов из других фильмов или отсылки на другие киновселенные, которые к этому фильму не имеют никакого отношения. Но не будем об этом. Ведь были моменты, которые действительно сильно напрягали. Это слышали то, что у Клеопатры было три яйца, я конечно рад за нее, но можно было придумать другие артефакты. Второй момент, который еще сильнее напрягал необоснованно закрученный сюжет. Все ради саспенса, неожиданного поворота сюжета в конце фильма, который ничего не объясняет, а скорее противоречит действиям персонажей. Боевые сцены, зрелищные, от этого чуть менее реалистичные, ужасная концовка, режиссер не смог вовремя остановиться. И вставлял дурацкие фразы, с каждого по пять копеек, намекая на продолжение. В один и тот же момент, всем топовым ворам они срочно понадобились, и египетский миллиардер хочет сделать подарок дочери на свадьбу. Он считает, что она хочет три яйца. Я в совпадении не верю, к этому должно было что-то привести. Как замечательно, что часы, способные открыть тайную гробницу сокровищами, о которой никто не знал, есть у Нолана Бута. Погони на раритетных автомобилях времен Второй мировой войны под туннелем, ведущих к обрыву. Туннели, которые создавались для транспортировки грузов через водопад. Бензин в машинах, который, как вино с годами, становится только лучше, не теряя октановое число. Агент ФБР предупреждает о готовящемся ограблении коленных годов, штурмующая крепости и скала Хоббс. Приезжает в ринг, где его встречает полевой агент Интерпола, красивый рвашидас. Замечательно, что агент организации, которая занимается координацией действий разных стран, даже не проверяет документы, аналитики СВБР. Который крушит все на своем пути, бегает с оружием и угоняет машины. Невероятный сюжетный поворот. Красные уведомления — это международный запрос в поимку особо опасных преступников, телохранителей, жены-грабителя. Проблема блокбастера с большим бюджетом. Он должен понравиться всем. Такого не бывает. Главные герои попадают в карикатурную русскую дюрьму. Главные герои легко из нее сбегают. Интересно, что это скорее дерьма, военная база. Охрана на территории с автоматическим оружием, боевой вертолет, который укомплектованно стреляет. Грантомет, для чего он в тюрьме, я придумать не смог. Давай не притираться к мелочам. Постовому лично сообщает о попытке побега по телефону, когда другой нашел сеть и инстаграм листает. К фильму не нужно относиться серьезно, это просто стриминговое развлечение, когда нечем заняться фанфильм на два часа. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Сюда можно было попасть и проще, но... Я могу смонтировать видео, где ты орально ласкаешь козла. Не, я не собираюсь, просто говорю, что мог быть. Подожди, это не все. Ты скажешь нам, где искать третье яйцо. Субтитры сделал DimaTorzok